Это как комарик укусит. Я студент, я жил в общаге. Филология, искусство понимать сказанное и написанное. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Арина Мухаммедшина. 28 октября в Казанском федеральном университете состоится юбилейная 15-я серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ». Участники просветительской акции смогут самостоятельно провести серию занимательно-химических опытов, запустить дрон, запрограммировать робота и поиграть в VR. Мероприятие состоится по адресу Кремлевская, 251700. Вход свободный, требуется регистрация. Посетить мероприятие будет можно детям старше 6 лет. Водород, топливо будущего. О его преимуществах и не только. Далее в сюжете. В Казанском федеральном университете впервые стартовала Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Водород. Технологии. Будущее». Конференция проходила в смешанном формате, но участие в ней зарегистрировалось свыше 90 участников из разных регионов России, в том числе и за рубежа Германии, Ирана и Пакистана. Модератором мероприятия выступил директор Института физики Марат Гафуров. С приветственным словом выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таёжский. Мы понимаем, что мы все работаем в государственных программах. Там есть фонды, гранты, есть госзадания. Это все понятно. Вот есть находки, о которых я пытался сегодня рассказать. Если они будут интересными, я готов поделиться с вами всеми техническими деталями организации этой работы. Конференция стала местом обсуждения предстоящих вызовов, современного состояния и перспектив развития технологий водородной энергетики в Российской Федерации. Основная цель конференции – создание карты технологических компетенций в сфере водородных технологий. Участники не дублируют разработки друг друга, а создают технологические цепочки и предлагают к внедрению готовые водородные технологии. Каждый человек рассказывает, делится своим опытом, что получилось, что не получилось, какие перспективы он предполагает, куда будет развиваться водородная энергетика. И как раз наша задача, во-первых, понять все это, обобщить, что-то узнать, что-то новое о других, что мы не знали до сих пор, и в конце концов выработать какие-то решения для себя, чем мы будем заниматься, например, здесь, в Казанском университете. Такие конференции позволяют консолидировать ученых из разных мест, то есть разных организаций и с предприятий также. Соответственно, это позволяет поделиться опытом исследований, опытом разработок ученых и индустрии. Рассказав историю создания Казанского университета, первый проректор сообщил, что сейчас Казанский федеральный университет осуществляет свою деятельность в лоне программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Дмитрий Таюрский озвучил пять стратегических проектов, которые реализуются в КФУ в рамках программы. Эти все проекты отвечают именно тем направлениям, о которых я говорил только что, пять направлений. По каждому из направлений мы посмотрели, что мы можем сделать для решения национальных целей для развития республики, для развития Приволжского федерального округа. На сегодняшний день развиваются альтернативные источники энергии. Водород, как газообразное химическое топливо, может менять углеводороды в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и системах отопления. Эти технологии в рамках стратегии Российской Федерации активно набирают популярность и подтягивают ученых со всей страны для поиска новых идей по эксплуатации топлива. Главная же задача Казанского университета – дойти до повсеместной доступности использования водородных заправок. В Институт геологии и нефтегазовых технологий накоплен достаточно богатый обод по добыче водорода непосредственно во внутрепластовом пласте, то есть внутри пласта. Ну и здесь как раз возникают следующие вопросы – где его хранить и как транспортировать. С этим мы хотим как раз понять опыт наших коллег из других городов, из других организаций, для того, чтобы соединить это все в единое целое и получить хорошую, комплексную, как бы сказать, задачку. Ну и задача такая – в течение ближайших лет дойти до водородных заправок. Программа Всероссийской научно-практической конференции «Водород. Технологии. Будущее» продолжится и 26 октября круглым столом. Получение водорода из углеводородного сырья, а также серии транспортировка и хранения водорода. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На улице дождик, на улице слякоть, но Казанскому федеральному университету не все равно. Вакцинация поможет вам защитить иммунитет от таких коварных вирусов, как грипп и ковид-19. Подробности узнавала наша съемочная группа. Главное здание Казанского университета уже не первый раз принимает у себя желающих вакцинироваться. На этот раз, 25 октября, прошла вакцинация от сезонного заболевания гриппом, а также ковид-19. Выездной кабинет работал с 9.00 до 13.00. Врачи из униклиники КФУ провели иммунизацию сотрудников Казанского университета, заботясь о здоровье своих коллег, а также студентов. Это необходимо делать по истечении срока предыдущей прививки. Для того, чтобы не болеть, в результате своей деятельности мы активно ездим и в командировки, и встречаемся с сотрудниками института. Поэтому я считаю, что это необходимо. Прививка осуществляется известными препаратами «Спутник Ви», а также «Совигрипп», которые разрешены для лиц старше 18 лет. Укол «Совигриппа» делается один раз в год в начале осени. Всего вводимая доза составляет 0,5 мл. Препарат вводится в верхнюю треть плеча традиционным методом, то есть внутримышечно. Правила после процедуры прививания стандартные. Мочить прививку можно, а вот от алкоголя следует воздержаться примерно на три дня, так как спиртные напитки снижают выработку иммунных антител, ослабляют защитные силы организма. После укола желательно полчаса не уходить с территории поликлиники. Если возникнут опасные для жизни осложнения, помощь должна быть оказана быстро. «Спутник Ви» же состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. Таким образом, на 42-й день от момента начала курса вакцинации при соблюдении его сроков. Прививка от ковида и гриппа является отличной профилактикой от осложнения заболеваний, таких как пневмония и остальные. Противопоказаниями для прививки является непереносимость яичного белка, а также похроническим заболеваниям, которые являются жизнеугрожающими. После прививки может подняться температура до 37,5. Также может быть реакция гиперчувствительности. Помните, что только вы в ответе за свое здоровье, поэтому выбор всегда остается за вами. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Студенты колледжа Елабужского института Казанского федерального университета теперь будут жить в обновленном общежитии. Подробности узнавала наш корреспондент. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось долгожданное заселение студентов колледжа в общежитие номер 2. Студенты получили в свое распоряжение комнаты с современным ремонтом и новой мебелью, после чего сразу же занялись обустройством жилья, в котором им предстоит провести ближайшие годы. Мы с девочками очень долго ждали переезда в новое общежитие. Общежитие красивое, стены чистые, столы, стулья, все новое, кровати. Мы с девочками повесили шторки для создания уюта в нашей комнате. Ждем очень сильно выходных, когда съездят за цветами домой, приедем, привезем еще подушки. По признанию самих студентов, заселение общежития сразу после ремонта накладывает определенные обязательства. Ведь столько бережное отношение к новой технике и мебели, а также постоянное соблюдение чистоты и порядка позволят сохранить все в первозданном виде и будут способствовать комфортному совместному проживанию. Мы с ребятами устроили новый график дежурства, обязанностей и надеемся, что будем их соблюдать, чтобы оставить все общежитие таким, какое оно было для нас, потому что оно новое и даже как-то обидно его будет загрязнять. Отметим, что конец лета и начало осени в общежитии были отведены под обширные ремонтные работы, в ходе которых обновили часть жилых комнат, коридоры, санузлы, прачечная и кухня. Теперь студенты колледжа в полной мере могут считать себя частью большой семьи Елабужского института КФО и вести совместный быт со студентами вуза. В Елабужском институте Казанского федерального университета обсудили актуальные филологические проблемы междисциплинарного характера, раскрывающие взаимодействие языка, культуры, сознания, коммуникации и педагогической лингвистики в Российской Федерации и за рубежом. Подробнее смотрите далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета в шестой раз состоялась международная научно-практическая конференция «Современные проблемы филологии и преподавания языков». Организаторами выступили ученые и преподаватели отделения иностранных языков. Участники конференции представили свои доклады, которые затронули актуальные вопросы межкультурной коммуникации, лингво-страноведения, контрастивной лингвистики и перевода видения. Свои научные и методические наработки представили студенты, ведущие исследовательскую деятельность, ученые и учителя иностранных языков. Меня пригласили коллеги выступить на конференции. Спасибо им. Мне было очень интересно на пленарном заседании. Вначале меня смутило то, что такие разношерстные темы, а теперь, прослушав их всех, я поняла, как это познавательно. Мы будем очень рады продолжить это сотрудничество. Конференция прошла в смешанном формате. Часть спикеров из отдаленных регионов России и из-за рубежа выступили онлайн. Так, слушателям удалось ознакомиться с актуальными научными и методическими разработками специалистов из Ростова-на-Дону, Челябинска, Донецка, Санкт-Петербурга, а также из Словакии, Белоруссии, Казахстана, США, Туркменистана и Узбекистана. Для себя я сделала такой вывод, во-первых, продолжить диалог со студентами в рамках данной тематики, заявленной, потому что доклады были очень интересные. Я рада за своих коллег, которые смогли заинтересовать аудиторию. И мне кажется, сама конференция – это хороший пример вот такого сотрудничества. Особое внимание в ходе конференции было уделено обучению навыкам аудирования при изучении английского языка. Этой теме был посвящен круглый стул с участием российских и зарубежных экспертов. Карина Саяхова, Медиа-центр Елабужского института КФУ, Универньюс. 21 октября более 50 первокурсников приехали в спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник», чтобы пройти интерактивное обучение и продемонстрировать свои лидерские навыки в школе старост и профоргов. По приезде ребята, разделившись на шесть команд, отправились вместе со своими кураторами придумать девизы и названия команд. Далее новоиспеченным старостам и будущим профоргам было предложено пройти обучающую игру «Материальная помощь». Суть интерактива заключалась в том, чтобы ребята в реальном времени примерили на себя прямые обязанности различных структур – доконат, профком, пенсионный фонд и прочее. Участники мероприятия по максимуму вжились в свои роли, что помогло выстроить реалистичный процесс приема материальной помощи от профсоюза. Стоит отметить, что в течение двух проведенных этапов награждались лучшие участники каждой из команд с сертификатами в квест-комнату. На этом все. В студии была Арина Мухаммедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова